Всем хайушки, с вами я Александр, это канал АМБОТ и у нас новая сюжетка в игре Моробит и Чемпионов и я соответственно не обошел ее стороной, решил записать вам видосик по этой игре и пройти сюжетку пишу я поздно уже после работы вечером и поэтому камеру я не стал включать и у нас первый же, первый же кто тут, боец, загружается, я сразу же дошел до боссов, чтобы это дело все было побыстрее и у нас здесь вот новый Капитан Америка, то есть вот в таком вот обличии, сейчас мы переремся с ним а вернее он будет нас бить, а мы будем смотреть на что он способен, какие он будет выполнять спецатаки и посмотрим на него поближе, ну вот, пока идет загрузочка, можно взглянуть еще раз на команду на новую на самом деле я думаю, что в сюжетке все-таки будет гораздо-гораздо больше новых каких-то добавленных чемпионов но нет, здесь всего были добавлены два новых чемпиона и они самые первые на самом деле в этой сюжетке встречаются это Капитан, потом встречается Железный Человек, после чего идет Модок, Корвус, Проксима и в конце сам он Танос, Танос причем встречается аж два раза, когда я проходил, то есть ну записал я его всего один раз вам ну а пока вот боевочка у меня идет с Капитаном Америкой, ну или вернее все-таки он меня бьет потому что поставил я бойца конечно сильного против него но это все для того, чтобы он все-таки на полную мог подраться с нами побить вот немножечко мы его потроллили, поуходили от его ударов, удалили ему в морду и можно теперь получать по полной себе по морде пусть он копит силушку, копит энергию и нас побьет побьет и покажет нам на что же он способен вот она, первая спецатака и куча кровотечения, три кровотечения он повешал на нас и в принципе это неплохо идет дамаг от кровотока вот, будет он прокачанный, значит будет кровоток гораздо соответственно сильнее и мне кажется это очень будет больно, получать от него кровоток но тем не менее сейчас очень много бойцов, которые имеют иммунитет именно к этому кровотоку поэтому как-то даже не знаю, актуально ли это, пиши в комментариях ну что ты, Кэп, Кэп, давай бей меня, бей еще, бей еще, покажи копей силушку копей силушку и бей меня странное пожелание, да, копей силушку и бей ну, все от того, что охота все-таки посмотреть, что он может но он все-таки делает первую спец опять делает первый спец, не стал копить до второй и все-таки нас ударил первый спецухой в принципе мы его можем всегда быстренько слить и как бы вот с этим делом, блин, не переборщить вот, и вот все-таки финал, и мы его победили второй спец, по-моему, он все-таки успел сделать, но если не успел, то извиняйте вот, как-то так вот а значит потом идет у нас железный человек и это у нас, он вот так вот выглядит причем хотел раскрутить руку вот, и вроде как размятие, да ну, мы это дело не успели посмотреть и сразу же я нажал, вот не посмотрел анимацию железного человека хотя, наверное, стоило бы но я не знал, что будет что-то там делать к тому же мой голос вполне возможно будет немножечко потише потише, ребятки, потише все, потому что уже все спят и мне бы стоило бы наверное, потише все-таки говорить но тем не менее, я пишу это видео для вас значит, Кэп у нас поверженный ЖЧ, вот он перед нами и ЖЧ нам бьет шоком бьет шоком, делает сильную атаку довольно-таки такую большую, размашистую что, в принципе, на весь экран очень-очень неплохо то есть надо от него отбегать, отбегать, отбегать ну, либо каким-то образом перебить эту атаку в промежутках, пока он размахивается так, давай, ЖЧ, ЖЧ, давай, давай покажи, покажи свою мощь, покажи свою силу бей меня копей силушку, бей неблокируемая атака, на самом деле, первая и это, если у него действительно она неблокируемая то это, в принципе, очень-очень неплохо от первой спецухи получать неблокированную атаку это довольно-таки круто, а вот и вторая спецухи да, Нарна, ЖЧ, уже третья на самом деле, здесь энергия купится гораздо быстрее это, скорее всего, баф такой вот, поэтому тут это не заслуга, Нарна, ЖЧ это, скорее всего, это баф ячейки вот, спепеляющий огонь опять неблокируемая атака ну, не знаю, не знаю по крайней мере, мне ЖЧ, кажется, покруче, чем Кэп вот, реально, вот, если вот так рассудить, да мне кажется, ЖЧ, поимбовее будет пиши в комментариях, что ты вообще думаешь сам об этом обо всем, ну, а мы пока отхватываем по полной от Железного Человека от вот этого нового Железного Человека в новом костюме от Железного Человека Война Бесконечности ну, и вот, надо, в принципе, его, наверное, добить добить его быстренько, добить его красивенько и вот так вот встать в стойку в конце вот, два наших противника повержены причем это наши, в принципе, доблестные супергерои не знаю, почему они против нас сражались надо, надо читать вот этот весь сюжет поэтому, если это интересно тебе, то читай сюжет ну, потому что я так и не понял почему бьемся мы против Кэпа и ЖЧ вот, значит, у нас далее пропускаем всех вот этих вот модок последующего еще раз Корвуса и Проксиму и у нас выпадает там пустая локация с двумя Таносами ты представляешь, два Таноса это же просто какая-то жесть просто жесть первого Таноса я победил и вот он, в принципе, бежит на меня Таноса второй все это дело я прохожу на героики и поэтому противники довольно-таки не особо сильны здесь но, опять же вау вау, броня эволюции ну, мы ему сделали повторный толчок и, в принципе, он получил немножечко по себе дамага что очень-очень неплохо и вот уже готовится у нас еще атака по нему хорошо и вот смотрите вот что он делает он ушел от нашего паралича нет, паралича ну, ты понял от меня, короче, от чего от повторного толчка да, от сотрясения от всего вот этого вот, неблокированная атака по нам пошла и, блин, я словил дегенерацию жесть какая-то вот эта жесть так, повторный толчок ну, тем не менее мы подхилились каких-то ресурсов нас прохилили касание смерти что я такое? так не, не надо, не надо не надо завязывай у тебя жизни не так много в принципе мы должны тебя започить да? нет? и спецатака от Таноса вот тут игра немножко что-то подлагнула блин и не на полную я защитился ну, давай покажи, что ты можешь вау что это было? ребятки он просто положил меня вроде с жизнями все было хорошо и он просто-просто ложит меня но перчатка в принципе очень классно очень классно подливаются вот эти камни мне они очень нравятся вот эти камни что в Маруфи Чифайт что в принципе вот здесь вот в Битве Чемпионов блин классная анимация камней просто офигенная не знаю что там что здесь мне все это дело нравится вообще очень классная сюжетка вот это вот вообще классный наверное будет фильм те кто пойдет в кино пишите в комментариях кто уже сходил потому что уже в принципе сегодня уже первый день у нас стартануло это видео да это фильм вот и кто-то уже возможно сходил поэтому пишите в комментариях кто пойдет кто уже сходил и только не надо спойлеров только не надо спойлеров я хочу сам на это дело взглянуть и посмотреть. Я думаю, тоже выберусь и схожу в кинозал. Вот, но пока что, пока что я работаю, ребятушки. Работаю и время уже ночи. Никаких кино. Вот, значит, прошли мы Таноса, прошли мы все остальное, и у нас, у нас вроде бы и все бы закончилось. Но я решил все-таки не заканчивать видео на этом. У меня накопился 4-звездочный кристальчик, и кристальчик с вот этой вот бандой Мстителей. То есть мы сейчас откроем, посмотрим, что у нас подито. Тут мы получаем вот такие вот ништякосы по прохождению вот этой всей сюжетки. Сюжетку еще раз напоминаю, и мы проходим на героике. То есть мы ее уже прошли на раз и получили вот такие вот ништякосы интересные. Значит, спецпредложение в принципе неплохо. 1500 осколочков кристалла, 4-звездочной и 755-звездочных осколков. Вот. Здесь у нас окончание, да, здесь диалоги, которые я читать конечно же не буду, потому что это займет время, и если надо, тебе ты сделаешь там, не знаю, скрин, нажмешь на паузу, еще что-то, и потом это дело сам прочтешь. Ну, или просто пройдешь сюжетку и прочтешь это дело. Значит, открываем как раз вот этот кристальчик, и посмотрим, посмотрим, что у нас здесь да выпадет. Выпадают у нас следующее. Выпадают у нас следующее, и что это может быть? Что Рагнарек проехал, блин, ну, нам выпадает, как обычно, выпадает нам в 3 звезды, и это 3 звезды черная вдова. Не в восторге, конечно, от всего этого, ну, ладненько, у нас в принципе есть еще там кристальчик, и мы его точно откроем и получим точно 4 звездочного чемпиона. Ну, а пока то есть в принципе пара у таких кристаллов, которые с прошлым видео, да, я не видел, что он выпадали с белым кулаком кристаллы, и мы их не открыли, поэтому сегодня мы их откроем, потому что может кто-то заметил, сказал, а, зажили, да, зажили, втихую откроют, да, и вот как-то так, вот нет, откроем мы это дело вместе и посмотрим, ну, ну, ясно, впрочем, как и всегда, и впрочем, как и у всех, выпадают осколочки на 4 звездочного чемпиона кристальчик, да, и здесь походу больше и открывать нечего, ну, да, переходим сюда, и тут престижный кристалл, и кристалл 4 звездочного героя, престижный мы, наверное, не будем открывать, потому что это дело такое, там может быть повезет, но, блин, ну, всякое бывает, да, я согласен, потому что сколько раз писали, что с одного кристалла и показывали, что с одного кристалла выпадает 4 звездочный, ну, и я не буду этим заморачиваться, и просто остановлю свой 4 звездочный, и что же у нас здесь, это тот Тор Рагнарёк, который проехал в том кристалле, он решил вернуться, я все понял, я все понял, он решил вернуться, и вот он, вот он весело размахивает своей дубинкой, и приплясывает перед нами, хорошо, давайте, наверное, сейчас мы на него все-таки взглянем поближе, ну, потому что, во-первых, он новый для меня чемпион, и я его еще близко так не рассматривал, хотя, я помню, на него писал видосик, мне давал Вадим свой аккаунт, у него как раз был тоже попадал Тор Рагнарёк, и я писал кратенький обзорчик по этому чемпиону, вот, но хотелось бы все-таки заглянуть, как он все-таки у меня здесь будет находиться, в моей коллекции, и что вообще у меня есть по бойцам, по бойцам способностей, вот он он, вот он он, вот он он, и вот такие у меня бойцы, Тор, давай грузись, загрузился, вот так он выглядит, кто-то возможно уже его успел насмотреться, рассмотреться, у кого-то он уже есть, у кого-то еще его нет, поэтому я его покрутил вам, показал еще, вот пожалуйста, смотрите, скриньте, не знаю, что хотите с ним делать, вот он он, короче, перед вами, танцующий, веселый Тор, вот такое было видео, понравилось видео, поддержите лайком, также темным комментарием, и всем пока, ребятушки, и да, те, кто хотел стримчик, извиняйте, стримчик я постараюсь сделать попозже, пишите в комментариях, что хотите, стрим, всем пока,